Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня мы с вами будем торговать на бинарных опционах. Хоть и миллион раз я зарекалась, что все, я больше не буду заниматься трейдингом, я седаю в 26 лет, мне это надоело. Сколько можно? Сколько можно? Как показывает жизнь, не стоит зарекаться, потому что если вы будете зарекаться, вселенная вас по-любому приведет к тому, чтобы нарушить там свои какие-то принципы. Говорю по чесноку, сейчас мой уровень дохода меня заставляет торговать, потому что я знаю, что это самый быстрый способ для меня зарабатывать. Там большие какие-то суммы. Я достаточно много трачу на жизнь, я достаточно много сейчас вливаю в покер, и вот в принципе решила, что трейдинг будет просто обеспечивать мое хобби. Тем более, сейчас повыходила в прямые эфиры, мне так классно с вами общаться, я вообще безумно рада, что у меня такая классная аудитория. Я надеюсь, что эта классная аудитория сейчас не забудет поставить лайк, потому что я очень сильно переживаю, я очень давно не снимала, и очень сильно вас уважаю. Короче, сейчас уже будем приступать к торговле, но я вас немного заинтригую. С 15 декабря у меня начинает работать закрытая группа, но это не всякие вот эти сигналы, как обычно, это что-то помасштабнее и что-то покрупнее. Много рассказывать не буду, но вкратце я готова пополнить ваши депозиты до 10 тысяч долларов суммой, и вы просто торгую на эти деньги будете отдавать мне 30% от дохода. Вот, вся информация у меня в телеграм-канале, телеграм-канал по ссылочке в описании, и там, короче, найдете бота, где есть вся информация, как получить от меня депозит. Скажу сразу, для этого вам нужно показать положительную статистику в торговле, мне показать, что вы умеете торговать. Я же не буду вам там 900 тысяч просто так отдавать, чтобы вы завтра слили этот депозит. Короче, ладно, как и обещала, долго не буду про это рассказывать, потому что нам нужно уже переходить к торговле. А, теперь по торговле. Короче, буду торговать с депозита в 120 долларов, открывать сделки по 5 долларов. Почему именно такой депозит? Сейчас я буду себя собирать на более крупный, у меня есть чем закинуть, сейчас более крупный, но мне не хочется вот эти деньги вкидывать в трейдинг. То есть я хочу потихоньку-потихоньку на него наколотить на трейдинге. И 120 долларов – это самый вообще оптимальный депозит, это минимальный депозит, с которого можно соблюдать правила money management. Почему это не 100? Хотя типа со 100 можно открываться на 1-5 долларов. Потому что со 120 психологически будет легче. Если вы, например, со 100 долларов открыли первую сделку, она зашла в минус, у вас уже не 30, а 2. Поэтому психологически, вот в силу своего опыта, я уже за много этих лет пришла к тому, что минимальный депозит должен быть 120 долларов, чтобы на этом можно было зарабатывать. Все, что до этого – это казино, игрушка и так далее. А еще берем то, что бинарки – это, в принципе, высокорисковый инструмент, и вы же понимаете, что брокеру, в принципе, невыгодно, чтобы вы здесь зарабатывали. Брокер хочет, чтобы вы здесь оставляли все свое нажитое. Поэтому я вам рекомендую слушать меня и не вестись на их какие-то уловки из-за разрада. Блин, закиньте минимальный депозит в 15 долларов, станете миллионерами. Ага, поверил. Ну и бредятина. Сейчас вы закинете минимальный депозит в 15 долларов, через час еще 15 долларов, через 2 часа еще 15. А послезавтра вы скажете, блин, я же мог сразу нормальную сумму закинуть, потому что вот этими мелкими попытками разгона я просто сейчас потратил дохрена бабла. И это намного больше, чем вот этот минимальный депозит в 120 долларов оптимальный. Короче, все. Переходим к торговле. Так, для начала мы с вами будем искать актив. Это точно не OTC, вот эти, которые на верхушке, потому что это рисованные графики. Давайте вот выберем, наверное, фунт австралиец. Сразу меняем таймфрейм на более старший и начинаем смотреть. Здесь у нас уровень поддержки, поэтому открываемся на повышение. Здесь даже не то, что уровень поддержки, здесь у нас зона поддержки, от которой цена уже оттолкнулась. И типа по правилам в середине ценового коридора открываться нельзя, но так как цена уже развернулась в сторону зоны сопротивления, в принципе, смотря на прошлые ситуации, я могу понять, что там 99,9% она пойдет наверх, как сейчас и происходит. Да, она сейчас, скорее всего, будет все время стремиться к уровню сопротивления, к зоне сопротивления горизонтальной, потом будет от нее отскакивать, но это все будет вот так вот как-то прерывисто, мне так кажется. Я, конечно, не эксперт, хотя, может, и эксперт, ну, короче, давайте будем смотреть. Так, здесь у нас промежуточная зона сопротивления, быстро открываемся на минутку, с учетом того, что вот в эти разы цена отскакивала, и то есть сейчас, скорее всего, тоже так будет. Как я и до этого сказала, хоть цена сейчас и будет стремиться к самому верхнему сопротивлению, но делать она это будет какими-то зигзагами, то есть в любом случае у нас есть всегда откатики, в любом случае у нас есть всегда там волны, коррекции и так далее, и поэтому, если вы научитесь, так, первая сделочка в плюс, если вы научитесь видеть горизонтальные уровни, будет вам счастье. В принципе, это чуть ли не единственное, что нужно именно в бинарных опционах. Три, два, один, плюсик есть. Теперь от этой зоны мы уже будем открываться на повышение, там на три минуточки. Теперь цена постремится вот сюда. Посмотрите, как быстро это происходит. Проведу вам сейчас зону, в которой она идет. Раз линия. Два линия. И вот от этой зоны мы будем с вами открываться. Нет, давайте на семь минут. И меняю сразу время, если цена коснется еще и верхнего уровня, вот этого, то еще на четыре минутки откроемся. В теории она может с самой верхней линии не коснуться, поэтому я открываюсь немножко заранее, выбираю время экспирации побольше, чтобы, если цена там пойдет за пределы моей сделки, чтобы она успела в этот промежуток времени вернуться обратно. И там типа я еще открою сделку наверху. Вот недавно, там несколько дней назад, я вам как раз на трансляции показывала это все наглядно. То есть вы проводите зону, уже когда цена заходит в пределы этой зоны, вы можете открывать сделку с временем экспирации побольше. И если цена касается верхней линии вашей зоны, тогда можно еще добить. То есть так вы максимизируете прибыль. Я надеюсь, что существует слово «максимизируйте». И все, открывайте сделочки и просто начинайте наблюдать за каждым микродвижением цены. То есть вы должны понимать, почему она так движется. Да, сейчас здесь какая-то вообще идеальная ситуация происходит. То, что я вижу, так не всегда. И когда вы понимаете, что вы не чувствуете рынок, что вы пытаетесь там от промежуточных уровней открываться, там от более серьезных уровней, и у вас не заходят сделки, просто берете, там, меняете актив. А лучше, лучше выключить ноутбук, уйти от компьютера и вернуться к торговле там через часик, два, три, четыре, пять и так далее. Плюсик есть. Вот здесь мне кажется, что цена сейчас будет разворачиваться, поэтому я откроюсь на повышение. Вот, опять же, у нас та же самая зона. Прочерчу на всякий случай вам линию. Парам-пам. Еще одну. Парам-пам. И от этой зоны сейчас, я так думаю, что цена пойдет вверх. Потому что все же у нас еще пока что не было касания горизонтального уровня сопротивления. А самые крутые, самые заходные сделки, так скажем, это прямо на касании уровня. Причем, если еще более детально разговаривать, то на третьем касании уровня. Еще стоит вам понимать такую вещь. Если цена идет, вот мы от промежуточного уровня до этого поймали сделку вниз там на минуточку. Все, цена пробивает этот уровень. И данный уровень сопротивления, если вы не помните на всякий случай, напомню, теперь превращается в уровень поддержки. То есть он становится зеркальным. И когда вы теперь видите, вот как мы это сейчас сделали, что цена возвращается к этому уровню, вы уже открываетесь как от поддержки. А вообще, если взять математику со 120 долларов, я так посчитала, там 20-30 долларов в день можно спокойно делать. Но возьмем то, что из 30 торговых дней в месяц у вас будет 20 там удачных, или там, ну, короче, 20 дней вы будете зарабатывать. В среднем ваш доход будет там 2-3 тысячи в день. То есть в среднем 40-50 тысяч в день вы можете зарабатывать с депозитом в 120 долларов, если вы просто дисциплинированно торгуете. Вот. Единственное тут правило, какое мне хочется вам прям бить в голову, что у вас должна быть своя торговая стратегия. И вот если вы прям торгуете по этой торговой стратегии, не нарушаете ни одного пунктика, тогда у вас будет все получаться. Если вы будете менять стратегии, как перчатки, хотела пошутить, вот, в этом случае тогда никогда у вас не получится зарабатывать здесь. Тем более вообще в трейдинге, в принципе, зарабатывает там процентов 5 людей. С учетом того, что это бинарки, с учетом того, что это достаточно такая азартная штука, здесь, мне кажется, этот процент еще ниже. Поэтому если у вас стоит цель зарабатывать, то торгуйте только по стратегии, ничего не нарушая. Так, вот, готовимся открывать сделочку уже от уровня, вот от этого, но не торопимся. То есть открываемся только на касание. Хотя, мне кажется, сейчас не будет этого касания, этой линии. Идеалити вообще. Еще один плюсик в копилочку. И через 8 секунд будет еще один плюсик. Вот это, вот это я понимаю, вот это я крутая. Опа. Так, смотрим, что у нас тут происходит. Вот у нас здесь есть еще вот этот уровень. Давайте я вам его прочерчу, чтобы вы понимали, почему я открылась сейчас на понижение. По всем правилам и канонам цена уже оттолкнулась от зоны сопротивления. Как раз у нее было третье касание этой зоны, но все же чуть-чуть она этого уровня не коснулась. И теперь она в теории должна двигаться и стремиться к уровню поддержки, к самому нижнему, потому что там у нас всего два касания. То есть, чтобы у нас коридор горизонтальный был, нужно, чтобы она одинаковое количество раз, примерно, я вам говорю, касалась. Да, по теории бывает там, когда пять касаний наверху, три касания внизу, но сейчас я вам пытаюсь объяснить максимально простейшим языком. Блин, вот сейчас цена находится в промежуточной зоне, точнее, подходит к ней. Вот эта зона. Давайте прочерчу, чтобы было наглядно, опять же. Я вот думаю попробовать поймать оттуда зеленую свечу. Но что-то мне подсказывает, что она сейчас постремится вниз. Сейчас посмотрим, как она себя поведет. Мне кажется, у меня проснулся азарт. Так, вроде как отскакивает вот прямо от этой линии, поэтому я откроюсь на минуточку вверх. Посмотрите, прям она только подходит и сразу отскок. Так, вот это движение мне не нравится. Может, гонщик у нас спасет ситуацию. Так, первый минус есть. И вот эта свеча мне вообще не нравится. Вот цена просто стремится у нас, опять же, к уровню. Просто вот наглядный пример, как идеально торговали, и просто из-за того, что там неграмотная одна сделка была открыта, все, эти догоны, там, догнаться, отбить, это все очень неправильно. Просто уметь останавливаться, ловить эти состояния. Если у меня сейчас заходят эти сделки в плюс, то все, я торможу. В принципе, результат будет тогда неплохой. Хотя надо и тормозить, когда в минусы, типа возвращаться через пару часов. Потому что такими темпами можно просто слить депозит. Хоть и сумма здесь по правилам, то есть до 5% от депозита мы можем открываться, но с учетом того, что я Мартина использую, с учетом этого, блин, вот здесь мне хочется, хочется открыться, но я не буду этого делать. Так, заработала я 32 доллара со 120 примерно за 15 минут времени, и сейчас хочу просто поставить на вывод эти 32 доллара. В общем вот, в принципе, мне кажется, что я вам показала сегодня идеальную вообще торговлю в плане, как надо делать. Идеальная она в чем? Были минусы, были психологические ошибки, когда уже хочется там залупить полдепозита. Идеальная в том, что остановились, заработали там 32 доллара, не погнались дальше, поставили на вывод, то есть важно фиксировать прибыль. Если у вас тело депозита там 120 долларов, то каждый день вы все, что выше этих 120 долларов, просто ставите на вывод. И в принципе, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!